Если обобщать, в NFT существуют две стратегии по покупке NFT. Ну, речь больше пойдет про вторичный рынок. Значит, первая стратегия – это когда мы провели грамотный ресерч, аудит, анализ, в общем, какого-то конкретного NFT проекта одного, то есть на него нацелились, и покупаем NFT из этого проекта, скупая, там, не знаю, с десяток, ну, в зависимости от floor price. Если floor price, конечно, там 13 эфиров, понятно, здесь не купишь очень много, ну, если нет большого количества эфира. Ну, я больше говорю про коллекции, где floor, скажем, до одного эфира. И, в общем, мы выбрали эту коллекцию и решили покупать, ну, вот, скажем, essence. Вот коллекция есть, но 73, мы решили купить 10 NFT, выбираем, там, берем какие-то редкие, какие-то нет, и скупаем. Это первая стратегия. И вторая стратегия, которая есть, это когда мы покупаем не одну NFT из одной коллекции, а покупаем, скажем, одну NFT из этой коллекции, одну NFT из Artblocks Curated, дальше Adidas Original и так далее. То есть, например, если у нас есть 10 эфиров, ну, или вы подставьте свою сумму, и покупаем по отобренным нами 10 проектам 10 разных NFT. Ну, а теперь я подерюсь лишь своим мнением, как, по-моему, лучше всего действовать. Если вы покупаете не blue-chipные проекты по типу CoolCats, MiBits, BoardAPI Club, NFT Worlds, Artblocks Curated тоже, да, и другие. То есть, коллекции, которые уже устоялись на рынке и поддерживают floor price, но и только растут. А если падают, то только, ну, это так называемая коррекция, то есть, какое-то локальное падение и так далее. Ну, вот World of Women, Galaxy тоже, Азуки, то есть, в общем, делайте по фильтру Stats, Rankings и смотрите. Все вот первые топ, там, не знаю, ну, 20-30 проектов, это будут, скорее всего, либо blue-chipы, либо около них. То есть, голубые фишки, которые стоят хорошо и стоят будут еще больше в будущем. Так вот, если это не такие проекты, а середнячки какие-то, ну, уровня до одного эфира, там, 0,5 эфира, 0,1 эфира. Так вот, по моему мнению, хранить все яйца в одной корзине, ну, так называемый термин диверсификация, лучше как раз-таки применять не какой-то одной конкретной коллекции, даже если вы провели грамотный анализ по ней, все там посмотрели, что по соцсетям, кто художник, кто сидит в коллекционке среди инвесторов, коллекционеров, селебрити, из мира крипты и не из мира крипты, здесь шоу-бизнес и так далее. Все равно это не будет гарантировать вам прибыль в будущем. Ну, если, опять же, повторюсь, это не blue-chipы, а вот проекты по типу The Art of Seasons, ну, я сейчас рандомный совершенно какой-то проект взял, флор-прайс здесь составляет 0,16 эфиров. То есть, о чем я хочу сказать, лучше покупать все-таки не 10 штук из вот этой вот коллекции, а взять одну из вот этой вот и 9 NFT из 9 разных проектов. Потому что термин диверсификации, ну и вообще такая стратегия, она в принципе работает не только в NFT, но и в любой другой, ну, там, крипте, например. То есть, лучше вы купите 10 разных криптовалют, чем одну. Понятно, что, скажем, если этот проект выстрелит, а у вас в нем 10 NFT, скажем, цена будет потом 10 эфиров, то есть вы заработаете 100 эфиров. Но это сродни игры в лотерею, поэтому, ну, как бы вы ни проводили анализ, все-таки нет такого, что 100% гарантия будет, что данный или тот или иной проект, в общем, выстрелит. Когда запускался проект, например, BoardApeYachtClub, это было в начале 21 года, я могу с уверенностью сказать, что 99% просто, ну, не понимали точно, не знали вообще абсолютно, что этот проект будет сейчас стоить 107 эфиров. И даже, я думаю, создатели тоже не были уверены. Понятно, они как, ну, любой креатор, были уверены, там, родили за свой проект, но они все равно, я думаю, не думали, что они выстрелили до таких вот цифр. Потому что все-таки там сошлись звезды, ну, во многих моментах. И не было такого, что прямо этот проект был спроектирован с самого начала, чтобы дойти до таких высот и в будущем, там, не знаю, стоить даже, может быть, тысячи эфиров, а то и больше. Ну, все это с течением обстоятельств, можно назвать. И тем более уж, что говорить о том, ну, что здесь можно было как-то догадаться, что этот проект выстрелит. То есть, в любом случае, когда люди покупали, они просто делали это по фану. Как, например, ну, то есть, не по фану, понятно, что рассчитывали на какую-то прибыль, но, я думаю, абсолютно не такую. То есть, заплатили 0.1-0.2 эфира, а получается сейчас в WorldPrice в 100 эфиров. То же самое с коллекцией CryptoPunks. Когда люди минтили, ну, ее так вообще минтили по фану, ну, точнее, не минтили, а клеймили. То есть, ну, кто не знает, криптопанков раздавали вообще абсолютно бесплатно. Там нужно было просто нажать кнопочку клейм, ну, и заплатить за комиссию за газ. Ну, и тогда она еще была ниже, не как там сейчас. Хотя сейчас она тоже не такая высокая. Вот. И в какой-то момент, ну, насколько я знаю, там клейм этот остановился, пока не поддержал, ну, эту шумиху, как бы информационный шум. Там статья вышла в Mesh. Еще поддержали другие новостные СМИ. И потом только вот они все вот эти 10 тысячи NFT заклеймились. То есть, а так до этого люди их просто, ну, не хотели клеймить, не знали многие, поэтому тоже никто не предполагал, что это все так настолько серьезно выстроили. Вот потому что запускались они в середине 2017-го аж года, когда рынок NFT еще, в принципе, абсолютно был не сформирован. Поэтому мой основной посыл всем тем, кто сейчас собирается вкладываться в NFT и заходить в различные проекты, но у него нет, скажем, ну, 50 эфиров на покупку блучипов. Что делать в данном случае? Хотелось бы пожелать и, в принципе, сказать единственную фразу, которая поможет в вашем пути – это не влюбляться в проект. Как бы это ни звучало, там, банально, небанально, да, любой проект может как загнуться, так и выстрелить до небес. И здесь нету какой-то однозначной формулы, когда можно будет угадать. Например, ну, сейчас я по истечению, там, нескольких лет уже могу какие-то делать выводы, но, тем не менее, например, была коллекция Кулкэтс, сейчас флор 8.79, ну, поднималась там до 10 вроде бы, еще там повыше. Вот, в свое время я видел эту коллекцию, но меня больше заинтересовала другая коллекция, Лаки Манаки, кажется, называется, тоже с кошками, но другая. И я вот решил минтить их. То есть не угадал, прогадал, хотя если бы я, например, сделал тот же, ну, в тот же момент такую же стратегию, как сейчас, например, минтил бы именно и Кулкэтсов, и Лаки Манаки, чтобы, ну, если вдруг что-то выстрелили, то сейчас, возможно, хорошо бы на этом заработал. Ну, при условии того, что я додержал бы до этого момента. Ну, и, кстати, кто не знает, тоже про Кулкэтсов такая история там была. Они выставили цену, кажется, в 0,08 или 0,06, но у них не продавалось их коллекции. И для того, чтобы сделать салдаут, они снизили цену аж до 0,02 эфиров. То есть, ну, если берем по курсу 33 тысячи долларов, ну, если по сегодняшнему курсу, то это где-то около 60-70 долларов, в общем, стоило заменить Кулкэтс одному. Вот сейчас мы видим флор какой, ну, около 25-26-27 тысяч долларов. Ну, и да, если выбирать 10 проектов, ну, или там 5-3, там, не знаю, 6-7, понятно, уйдет на это больше времени. Ну, а как вы хотели, что если заработать, нужно и потрудиться, да, потратить на это время, на анализ. Вот, ну, чем проанализирует суперкласс на одну какую-то коллекцию, но она потом возьмет и не выстрелит. Ну, вот такие вот мысли по диверсификации в NFT. Просто многие стали ко мне обращаться с вопросами о покупке, что сейчас купить, что на рынке хорошо лежит, а что плохо. Вот вам такая-то меня рекомендация, гайд, совет, как хотите, называйте. На этом у меня все. Надеюсь, вам было полезно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой титр, заглядываем на коллекцию 99duts. Также пиши по поводу приватного канала, вход 500 долларов. И до новых встреч!